Казахстан 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 Роскосмос Корректировал дату запуска транспортного грузового корабля к МКС. Запуск состоится не 1 сентября, как планировалось, а 1 октября, сообщили Интерфакс АВН в понедельник в космической отрасли. Предыдущий запуск грузового корабля состоялся 3 июля. Корабль «Прогресс М-28М», стартовавший 3 июля с космодрома Байконур, 5 июля. июля совершил стыковку с Международной космической станцией. Корабль доставил на МКС более 2,5 тысячи тонн грузов для 44-й экспедиции, работающей на МКС. Это топливо для поддержания орбиты станции, продукты питания, воду и воздух для экипажа, оборудование для эксплуатации МКС и многое другое. Россия всерьез задумалась о запрете импорта голландских тюльпанов. Решение ждут на этой неделе, передает Вести.ру. Дело в том, что специалисты Россельхоза проверили несколько партий цветов из Нидерландов и нашли в них опасных вредителей. К примеру, калифорнийский цветочный трипс. Этот жучок длиной в миллиметр может уничтожить гектары посевов, причем не только цветов. Он питается соком растений и особенно опасен для овощных и ягодных культур, сообщает в Россельхознадзоре. И к казахстанским новостям. В Казахстане со следующего года будет введена единая школьная форма. Законопроект, по словам представителей Министерства образования и науки, уже находится на рассмотрении у депутатов парламента. Рубашки, галстуки, пиджаки и жилеты – все должно быть определенных цветов и фасонов. Выбор будет за родителями, пообещали в Министерстве образования и науки. Житель Тараза Василий Евдошенко, 19 лет, находился в рабстве у сотрудников полиции в Жамбылской области. По его словам, в 1996 году, отбыв шестилетний срок в колонии, он, оставшись без документов, оказался в руках полицейского, который предложил ему помощь в получении паспорта. Поверив человеку в погонах, мужчине пришлось несколько лет трудиться на полицейского и его семью. После этого Василия начали передавать из рук в руки, как товар. Он снова попал в руки сотрудников полиции, где у одного из них так и остался работать за еду. Евдошенко также сообщил, что работал на три дома сразу, а отец одного из его хозяев – бывший прокурор. В настоящее время ведется следствие. В Атарау к 17 годам лишения свободы приговорен 28-летний житель Козылкогинского района. Подсудимый признан виновным в изнасиловании малолетней. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет насиловал свою 15-летнюю несовершеннолетнюю сводную сестру, передает Тенгри Ньюс. Насильственные действия педофил совершал в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом убить ребенка. К местным новостям. Очередной случай падения детей в октубе. На этот раз с высоты шестого этажа сорвался двухлетний малыш. Он был доставлен в состояние комы в областную детскую больницу в минувший четверг. По словам медиков, состояние ребенка было крайне тяжелое, он получил множество травм. В данное время находится на аппаратном дыхании. В выходные в доме-интернате для престарелых и инвалидов произошел пожар, в результате которого пострадала 85-летняя Мария Меняева. Пострадавшая поступила в БСМП, она находится в реанимационном отделении под лечебным наркозом. Женщина получила термический ожог третьей степени, поражено 70% тела. В селе Каргалинском началось строительство детского сада на 320 мест. Объект вводится по программе Нурлыжол. Для этих целей из Национального фонда выделены необходимые средства. Всего по программе Нурлыжол по линии образования в данный момент в регионе реализуются три проекта. Сдать объект в эксплуатацию планируется в августе следующего года. Сайт www.ricotv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова